Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Олевтина. Добро пожаловать на канал Олев Кудюксю. Все, кто когда-либо приезжал в Париж, обязательно фотографировался на мосту Александра Третьего. Это место обожают профессиональные фотографы, молодожены, туристы. Я их, если честно, понимаю, потому что виды отсюда открываются прекрасно и фотографии получаются незабываемо роскошные. С одной стороны от моста Елисейские поля, с другой купол дома инвалидов, где в гробнице из Карельского камня, то есть Российского камня, захоронен сначала лучший друг, а потом худший враг русских Наполеон. И как бы в отместку Бонапарту мост Александра Третьего символизирует расцвет российско-французских отношений. Чтобы не заслонять панораму Елисейских полей, высота сооружения не превышает 6 метров, что на момент создания моста считалось удивительным достижением. Сегодня мост Александра Третьего с его 32 бронзовыми канделябрами еще и один из самых широких в Париже. Так почему же появилась вся эта красота? В своем репортаже о Тулоне я уже затрагивала тему возникновения франко-русского союза, который обязан своим появлением императору Александру Третьему, отцу Николая Второго и французскому президенту Садди Карно. После разгрома во франко-прусской войне Франция вынуждена была готовиться к реваншу, к дипломатической изоляции. Напомню, что в ходе этой войны в плен попал император Наполеон Третий, а Эльзас и Лотарингия отошли Германии. Англия со своей стороны вела дипломатическую войну с Россией в Средней Азии и на Ближнем Востоке. В результате между монархической империей и республиканским государством в 1891 году было оформлено сначала соглашение, а годом позже секретная военная конвенция. Стороны обязывались оказывать взаимную помощь в случае нападения Германии или Австро-Венгрии на Россию, или Италии и Германии на Францию. В 1891 году французские моряки посетили Кронштадт, и император Александр Третий выслушал революционные гимны Марсельезу. А уже потом российские моряки плавали во Францию. На фоне дружбы двух правителей стало развиваться и культурное сотрудничество, в результате чего в Париже появился самый элегантный мост. На его закладку приезжал император Николай Второй. Его принимал уже не Сади Карно, а Феликс Фор. Сади Карно убил в Лионе итальянский анархист. Кстати, господин Карно является единственным французским президентом, который покоится в Пантеоне. Ажиотаж по поводу встречи двух правителей подогревался СМИ. Писали, что одного из своих следующих детей Николай Второй назовет Феликсом, а Феликс Фор своего ребенка назовет либо Николя, либо Николь. Вероятно, вы уже знаете, что у моста Александра Третьего есть Поворотим в Санкт-Петербурге. Это Троицкий мост. Я его очень люблю и считаю, что именно оттуда открывается лучший вид на парадную Неву. Хочу я жить среди каналов и мостов и выходить с тобой Нева из берегов. Его закладка в 1897 году стала еще одним поводом для встречи Николая Второго и Феликса Фора. Говорят, что французский президент так готовился к поездке в Россию, что даже начал учить русский язык. Кстати, о смерти французского президента я рассказывала в первой части своего репортажа о кладбище Пер-Ла-Шез. Любителям пикантных историй смотреть обязательно. В моей домашней библиотеке есть издание, которым я очень дорожу. Оно называется «Л'Альянс Франко-Русс Раконтэ Парли Мэджи» или «Франко-Русский альянс в фотографиях». Здесь представлены фотографии, запечатлевшие официальный визит Феликса Фора в Петербург. На снимках корабль «Потюо», на котором французский президент приплыл в Россию. Кадры, сделанные на борту судна «Александрия», куда Николай II пригласил господина Фора. Снимки министров иностранных дел Франции и России. Министров морских министерств обоих стран. Русского посла в Париже. И французского посла в северной столице графа де Монтебелу. Фотографии военных атташе других государств. Фотографии приемов, которые были даны в честь французского президента в Петергофе. И вечерняя иллюминация дворца. Роскошные интерьеры, в которых жил и работал Феликс Фор во время визита в Россию. Невская набережная и приветствовавшие на ней французского президента российские офицеры. Наконец, смотр войск в Красном селе, на котором присутствовала императрица Александра Федоровна. И, конечно, трибуны для публики около будущего Троицкого моста. Во время своего пребывания в Петербурге Феликс Фор также заложил первый камень французского госпиталя. И положил в фундамент французские и русские монеты 1897 года. 26 августа этого же года, во время торжественного обеда в Кронштадте, Феликсом Фором и Николаем Вторым были произнесены тосты за дружественные союзные державы. По завершении официального визита, Николай Второй подарил Феликсу Фору вазу из зеленого агата и письменный прибор из того же камня, но розового цвета. Одним словом, это не альбом, а настоящее сокровище. А еще у меня дома есть статуэтка, которая представляет Феликса Фора и Николая Второго. Таких предметов конца 19 века, сувениров, которые были выпущены в честь российско-французского альянса, немного, но тем они и ценнее. Я знаю, что статуэтку надо подреставрировать, я этим обязательно займусь. И, кстати, если вы внимательно смотрели фотографии в альбоме, то, наверное, заметили, что Феликс Фор там выше российского императора, а здесь на статуэтке, наоборот, его ниже. Ну, мы эту маленькую историческую неточность с вами простим, правда? Таким образом, Троицкий мост и мост Александра Третьего являются местом встречи России и Франции. Помните, рядом с Эйфелевой башней в Париже находится Марсово поле? И поле с таким же названием расположено неподалеку от Троицкого моста. Кстати, в конкурсе на его проектирование принимал участие небезызвестный вам Гюстав Эйфель. Он, правда, тендер не выиграл, зато право на строительство Троицкого моста получила другая французская компания Бетиньёль. Эта же компания участвовала в конкурсе на строительство, наверное, одного из главных символов города – Дворцового моста. Но этот проект уже получили российские инженеры. Я заканчиваю нашу прогулку на мосту Александра Третьего в Париже с тёплыми воспоминаниями о Троицком мосте в Петербурге. До скорой встречи на канале Олеф Кодюксён. Будет, как всегда, интересно.